Авторы представили проект памятника Юрию Долгорукому для установки во Владимире. Всего рассматривается пять вариантов будущего монумента. В двух из них князь изображен верхом на коне. На одном он указывает рукой вдаль, а на другом изображен со знаменем. Конный памятник. Движение транспортных средств и пешеходов остается без изменений. Макет памятника выполнен в масштабе 1 к 6. Приблизительная стоимость памятника от 9 до 14 миллионов. Общая высота памятника 5-7 метров. Напомним, в конце мая мэрия объявила конкурс на эскизный проект памятника Юрию Долгорукому. Он продлился до 15 июля. Его предлагается установить на улице Георгиевской во Владимире. Другие три варианта памятника изображают Юрия Долгорукова пешим. Например, автор одного из проектов изобразил князя с разведенными руками, а у его ног разместил карту. Юрий Долгорукий представлен как уникальный правитель, воин, полководец и талантливый дипломат. Князь изображен стоящим в полный рост. Широким жестом разведенных рук он как бы показывает, как расширилась и окреплая земля русская в годы его правления. Об этом свидетельствует карта земель русских, размещенная у подножия постамента. В другом варианте Юрий Долгорукий держит в одной руке макет храма, а другой опирается на меч. В левой руке ближе к сердцу он держит макет храма. Правая рука опирается на двуручный меч, воткнутый в землю. Он хозяин, удерживает веренную ему территорию. Фигура стоит на горке, холме, символизируя собой крутой берег, на котором расположен град Владимир. Вся композиция стоит на гранитном постаменте, состоящем из трех ступеней овальной формы, символизируя собой щиты. Скульптура выполняется из бронзы, примерная высота 5 метров. Еще один проект предполагает изобразить Юрия Долгорукого вместе со своим сыном Андреем Боголюбским. В описании указывается, что постамент, на котором стоят две фигуры, символизирует городскую крепость. Великий князь Юрий ведет беседу и дает наставление своему наследнику. Князь Юрий держит в левой руке модель храма. Правая рука в распростертом всеобъемлющем повелительном жесте. Вся композиция стоит на гранитном постаменте, который блоком врубается в ступени лестничного марша. Скульптурная группа выполняется из бронзы. Примерная высота 3,5 метра. К слову, в администрации города сразу дали понять, что проект «Князя на коне» был заведомо проигрышный. Пешая скульптура – одно из ключевых требований конкурса. Не должна быть копии какого-либо памятника, скульптуры. Должна быть однозначно пешей. И в настоящий момент готовится протокол заседания комиссии, в котором будут обозначены победители конкурса. По словам представителя городской администрации, победитель конкурса должен быть определен в ближайшее время.